Собака, гуляющая сама по себе. Казалось бы, человек, который завел четвероногого друга, должен понимать, что животное требует внимания и ответственного отношения. Выгаливать питомца на поводке, а не отпускать на самовыгул. Но чаще всего собаки живут сами по себе. Александра Литкова продолжит тему. Собака, гуляющая сама по себе. Вот это тоже охотничья собака. То есть вы сейчас вовремя подошли, ваших собак сейчас могли буквально увезти в город. Вам пришлось бы забирать их из приюта. В поисках своего любимца к сотрудникам отлова подошел еще один нерадивый хозяин. Цепь порвалась сегодня утром. Вот я с утра и хожу и ищу, не знаю, кого убежал. Собаки в машине не оказалось. Узнав, что в поселке работает отлов, красновцы начали подходить к машине и искать своих питомцев. При этом, видимо, не осознавая, что если собак забирают, то чаще всего именно по вине хозяев. А ведь этого можно избежать. Будь животное на привязи. С какой целью мы сюда приезжаем по вашим заявкам, чтобы потом вы забирали с нашей машины собаку. Как мы только уезжаем, ваши собаки снова на улице. Пребывание животных в питомнике – удовольствие платное. В сутки 380 рублей. При этом окружная служба по отлову собак регулярно получает в свой адрес обвинение в том, что держит собак в приюте, чтобы побольше заработать. Из-за хозяев собак, которые не держат своих питомцев на привязи и ходят с ними в магазины, школы или больницы, зайти в эти учреждения или просто погулять бывает проблематично. Они знаете, особенно когда вот эта гулянка-то у них начинается, так они кучами собираются. Одна бежит, налетает, и вторая сзади тебя хватает. Вот что могу я и сказать. Собака – это и есть собака. Это непредсказуемые. Конечно, жалко четвероногих животных в такой мороз. На отлов собак на самовыгуле сотрудники станции по борьбе с болезнями животных выезжают почти каждый день. Собирают четверолапых беспризорников как по Нарьянмару, так и в окружных селах. Эта поездка в Красное уже вторая с начала года. Собак действительно много, их всегда много было в Красном. Это является одной из проблем нашего поселка. Алгоритм действий следующий. То есть гражданин может обратиться либо через администрацию, либо непосредственно сам в службу борьбы с болезнью животных, указать район, количество собак, допустим, и эта служба приезжает. Для сравнения, в небольшом селе Коткино собак на самовыгуле практически не встретишь. Все животные, которые имеются, они имеют хозяина, особенно собаки. И нет такого, чтобы они бегали беспризорно. Есть случаи, когда просто отвязалась собака, но сразу же стараются сообщить. Либо в администрацию звонят, либо участковому, чтобы найти хозяина, и он привязал. Периодически весной бывают такие случаи. Сейчас, на данный момент, такой проблемы у нас нет. На сегодняшний день в приюте временного содержания находятся 75 собак. 20 из них – щенки. С прошлого года пойманные на самовыгуле собаки могут жить в питомнике пожизненно. Но чаще всего хозяева забирают своих питомцев в течение первых нескольких дней. Забрать взрослую собаку или щенка из приюта может каждый желающий. Заводить пушистого друга или нет – дело каждого. Но если вы всё-таки взяли собаку, то не забывайте, что с этого момента ответственность за неё несёте только вы. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север.